Всем привет! Спонсорами данного ролика становятся Абаз Султан, Никита Дацко, Фимбо-музыкальный инструмент, Кейт, Борис, Дмитрий Кваша, Айсвинд, Ростислав, Валентина Вервер, Соседка 96, Евгений Ломакин, Раисат и Александр. Спасибо всем большое за поддержку канала. А сейчас перейдем к книге. Книга 81. Метод Питера Линча. Автор, как ни странно, Питер Линч. Глава 1. Готовимся к инвестированию. Прежде чем инвестировать, вам нужно задать себе ряд вопросов. На какой результат вы рассчитываете? На какой срок собираетесь вкладывать деньги? И как будете реагировать на неожиданные значительные падения цен? Поставив себе цель, вы будете менее подвержены панике, когда акции упадут. В этом случае вы не станете их продавать себе в убыток, а дождетесь их роста. Практика вложения средств в растущие акции и уход с рынка, когда акции дешевеют, обречена на провал. Помните, движение цен на рынке иррационально и абсолютно непредсказуемо. Никакая теория вероятности и количественный анализ вам не помогут. Даже самые известные гуру инвестирования не скажут вам точно, когда произойдет обвал. И никто точно не скажет, из-за чего это случится. Несколько катастрофических падений произошли на глазах самого Питера Линча, а он не видел до этого никаких предпосылок к этому. Но уже после обвала повылезает куча людей, которые будут говорить, что они же предупреждали еще в прошлом году, каждый месяц, что вот-вот. И так как нельзя предсказать, когда все рухнет, вас может спасти только одно – компании с отличными показателями. Поэтому не покупайте акции до тех пор, пока не обнаружите ту самую компанию с хорошими показателями. Глава 2. Инвестиции или игра. В долгосрочной перспективе акции всегда обходят по доходности фонды денежного рынка и долгосрочные облигации. Покупая акции, инвестор становится партнером компании. Покупая облигации, инвестор превращается в мелкого кредитора. И все, на что он может рассчитывать – это возврат основной суммы плюс проценты. То есть держатели облигаций просто получают обратно свои деньги, в то время как акционеры могут стать в 10 раз богаче. Но при этом вы должны понимать, что вложение в акции – это рискованное дело. Какие-то компании могут поглотить, а какие-то обанкротятся. Даже так называемые голубые фишки, которые кажутся самыми надежными, могут быть рискованными. Но и долгосрочные облигации не лишены риска. При росте процентных ставок у инвестора остаются две не очень радостные перспективы – низкая доходность или продажа облигаций со значительной скидкой. Также стоит учитывать инфляцию, которая может превысить процентную ставку. Поэтому если вы уж совсем не любите рисковать, вам подойдут фонды или вклады в банках. Хотя вклады в банках тоже съедает инфляция, а фонды могут прогореть. Кстати, если у тебя есть бизнес, но до сих пор нету платформы для связи со своими клиентами, я рекомендую UIS. Данная платформа с помощью своего функционала дает возможность каждому бизнесу создать человеческие и дружеские коммуникации с клиентом. Больше не понадобится искать разные решения под разные задачи. Одна единая платформа под любые повседневные коммуникации с клиентом. От прослушки и анализа обращений до оптимизации и аналитики рекламных источников. Удобная экосистема коммуникаций обеспечит вам полный цикл обслуживания клиентов, без необходимости подключать дополнительные продукты и решения. По мере развития бизнеса вы сможете подключать все больше новых возможностей, наращивая тем самым функционал. Настройка системы всего в один клик, а поддержка и беспроводной сервис доступны 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в данном сегменте. Убедись в этом сам. Переходи по ссылке в описании и получи первый месяц обслуживания в подарок. Глава 3. Зеркальный тест. Прежде чем покупать какие-либо акции, вам следует ответить на три вопроса. Во-первых, есть ли у меня собственный дом? Сперва вам нужно накопить на собственный дом или квартиру. Это самое выгодное вложение денег, так как вы не обнаружите в одно прекрасное утро, что ваш дом стал банкротом, прекратил свое существование или цена на него упала наполовину. Об акциях такого сказать нельзя. При этом стоимость жилья может расти на 5% в год. Помимо этого, дом – это прекрасная защита от инфляции. И в будущем вы можете его продать и купить более дорогое жилище, либо сдавать, получая ежемесячные платежи. Также есть много послаблений в налогообложении. Еще одной причиной, почему люди зарабатывают на недвижимости больше, чем в акциях, заключается в том, что на поиск дома у них уходят месяцы, в то время как акции они покупают за считанные минуты. Во-вторых, нужны ли мне деньги? Если вам нужны будут деньги через 2-3 года, не покупайте на эти деньги акции. В этом случае даже покупка голубых фишек будет слишком рискованна. Акции могут упасть и восстанавливаться в течение 2-3 лет. Если вы хотите инвестировать, то рассчитывайте на период от 10 лет. Вкладывать можно только ту сумму, потеря которой не повлияет на вашу повседневную жизнь в недалеком будущем. И в-третьих, есть ли у меня качества, необходимые для успеха при инвестировании в акции? Вам нужно понять, обладаете ли вы терпением, стрессоустойчивостью, тяги к исследованиям, гибкостью и отсутствием жадности. Людям присущи качества, которые не позволяют им правильно прогнозировать рынок. Инвестор может пребывать в одном из трех эмоциональных состояний – беспокойство, удовлетворенность и капитуляция. Когда рынок падает, его охватывает беспокойство, не позволяющее покупать акции хороших компаний по низким ценам. Затем, когда акции отрастут, он покупает их по более высоким ценам, при этом испытывая удовлетворение, поскольку акции начинают расти. Но именно в этот момент следует побеспокоиться и проверить фундаментальные показатели компании. И наконец, когда наступают трудные времена и цены падают ниже тех, которые были заплачены, инвестор капитулирует и продает все свои акции, уходя в минус. При этом это происходит даже с теми, кто считает себя долгосрочными инвесторами. Увидев первый минус через неделю, они сразу сливают все акции. Вы должны понимать, что цена средней акции в течение года колеблется в пределах 50%. То есть, если она стоит 50 долларов, она может вырасти до 60 долларов, либо упасть до 40 долларов. То есть, максимум года на 50% выше минимума. Поэтому не продавайте акции до тех пор, пока фундаментальные показатели компании не станут хуже. Глава 4. Как найти десятикратник, то есть компанию, акции которой могут вырасти в 10 раз? Вам нужно анализировать те компании, на которые еще не обратили внимание фонды. Например, компания, на которую не обращали внимания, может вырасти с 6 центов до 40 долларов и только после этого ее заметят. Поэтому вам нужно смотреть не только на голубые фишки, но и интересоваться менее популярными компаниями, так как на них вы сможете заработать в десятки раз больше. Допустим, возьмем компанию Смит Клайн Бекман, которая разработала препарат Агамет. Это лекарство от язвы, которое нужно было принимать постоянно, что является золотой жилой для инвестора. Сперва акции компании стоили 4 доллара, затем поднялись до 7 долларов. Когда Агамет был одобрен, акции продавались по 11 долларов, а потом резко взлетели до 72 долларов. И если бы вы даже купили акции через 2 года после одобрения лекарства, они все равно стали бы трехкратником. А если вы работаете в аэрокосмической отрасли, вы одни из первых будете знать, когда произойдут запуски и какие новые технологии появятся на рынке. То есть вы быстрее всех сможете понять, куда лучше вложиться. Поэтому отслеживайте те области, в которых вы работаете. Ищите компании, где стоимость активов на акцию превышает рыночную цену акции. Например, стоимость имущества компании на акцию может составлять 100 долларов, при курсе акции 30 долларов. То есть акции рано или поздно легко могут взлететь, а вы получите их почти даром. Глава пятая. Нашел, нашел, но вот что. Никогда не покупайте акции без исследования компании. Прежде чем купить акции какой-то авиакомпании, потратьте какое-то время, чтобы изучить их цены, почитать о них новости или посмотреть прошлогодние отчеты. Люди тратят огромное количество времени, чтобы выбрать туалетную бумагу или мыло, но когда дело доходит до акций, они необдуманно вкладывают десятки тысяч долларов, а потом несут потери. Или увидев на каком-либо известном товаре название компании, не стоит сразу покупать ее акции. Посмотрите, какую долю прибыли имеет эта компания, какой у нее долг и так далее. Или в компании основным источником дохода может быть продажа какого-то лекарства. Но когда срок действия патента на это лекарство закончится, акции компании могут значительно упасть. Крупные компании никогда не покажут значительного роста за редким исключением. Наибольший рост показывают маленькие компании, которые могут вырасти раза в четыре. А покупая, например, акции Coca-Cola, вы можете удвоить вложения лет за шесть, но за два года вам вряд ли это удастся. Акции крупных компаний обычно упираются в потолок, им только и остается, что расти очень медленно, но зато стабильно. Вы можете отнести компанию к одной из шести категорий – медленно, умеренно или быстро растущая, циклическая, выходящая из кризиса и имеющие недооцененные активы. Акции медленно растущих компаний растут примерно на 3% в год. У каждой компании есть свой предел, преодолев который, они начнут расти намного медленнее, чем раньше. Такие компании обычно выплачивают регулярные щедрые дивиденды, потому что они не видят путей расширения бизнеса. Годовой рост прибыли умеренно растущих компаний достигает 10-12%. Такие компании обеспечивают неплохую защиту во время спадов и экономических трудностей, так как цена акций меняется незначительно. Они наверняка не обанкротятся, а после выхода из кризиса быстро восстановят свою стоимость. Находите такие компании, услугами которых пользуются всегда, независимо от кризиса. Например, компании по производству какой-либо пищи или корма для животных. Быстро растущие компании растут на 20-30%, а то и больше. Такие компании могут быть абсолютно из любого сектора – одежды, пивоваренной промышленности или гостиничного бизнеса. Но на ранних этапах развития они очень уязвимы, и поэтому многие просто банкротятся. У циклических компаний продажи и прибыль растут и падают регулярно и непредсказуемо. Циклическими являются автомобили строительные, авиатранспортные и оборонные предприятия или химические компании, поскольку их прибыли растут и падают в зависимости от государственной политики, времени года или от экономики в целом. Например, в условиях сильной экономики люди покупают новые автомобили и чаще летают самолетами, вследствие чего повышается спрос на сталь, химическую продукцию и т.д. Или зимой люди чаще покупают санки, чем летом. После серьезного кризиса цена на акции компании могут упасть так сильно, что можно подумать, что они больше никогда не вырастут. Но бывает все совсем наоборот. Компания начинает оздоровление. Ее рост за непродолжительное время может увеличиться в 3, а то и в 5 раз, что делает их акции довольно привлекательными и прибыльными. А компании с недооцененными активами имеют нечто ценное, о чем знаете вы, но не подозревает Уолл-стрит. Это могут быть земельные участки, недвижимость или куча денег. Глава шестая. Идеальная акция. Идеальная компания должна заниматься предельно простой и понятной деятельностью. В этом случае вы точно знаете, во что вы вкладываете свои деньги. Это могут быть отели, производство шин или приготовление кофе. Также желательно, чтобы она занималась скучными вещами. Это гарантирует, что профессиональные инвесторы не будут замечать компанию до тех пор, пока у вас самого не будет достаточно акций в портфеле. И когда ее обнаружат, цена на акцию подскочит. Нередко привлекательными становятся те компании, которые отделились от существующего бизнеса. Например, компания Dattencraft разделилась на две, и первая была превосходным объектом инвестирования. Еще Питер Линч любит инвестировать в медленно растущие отрасли, вроде пластмассовых ножей, вилок, пробок или ритуальных услуг. Он делает это, потому что быстро растущие отрасли, например, электроника или компьютеры, имеют очень большую конкуренцию и процветание многих из них бывает недолгим. А рост компаний со скучным занятием сперва может быть небольшим, но стабильным и со временем он будет все больше и больше расширяться. Также ищите такие компании, куда довольно сложно сунуться новому бизнесу. Например, химические компании, продающие пестициды, гербициды. Чтобы получить разрешение на производство яда химиката, потребуется очень много времени, как и на лекарства. В итоге вы можете прилично заработать, до того момента, как появятся конкуренты. Не вкладывайте средства в компании, которые могут надоесть. Например, в производители игрушек. Поигравшись один раз, ребенку может надоесть кукла, и вы пойдете покупать куклу другой компании. То есть такой бизнес нестабилен. Другим важным фактором стабильности компании является выкуп собственных акций. Выкуп приводит к сокращению количества акций в обращении, что отображается на цене акции. Альтернатива выкупа акций – это повышение дивидендов, разработка новых продуктов, освоение новых видов деятельности и поглощение других компаний. Глава 7. Акции, которых стоит избегать. Питер Линч никогда не покупает самые популярные акции в какой-нибудь популярной отрасли. То есть те акции, которые все покупают под влиянием стабного эффекта. Да, такие акции могут очень быстро расти, но и падают они тоже очень быстро, поскольку кроме пустой надежды за ними ничего нет. Или они могут расти до того момента, пока на рынок не придут конкуренты, которые окажутся лучше их. Компания может начать диверсифицировать свой бизнес, покупая другие компании, вместо того, чтобы выкупать собственные акции или увеличивать дивиденды. В этом случае вам нужно напряться, потому что это может привести к убыткам. Например, Gillette в свое время купила производителя домашних аптечек и занялась производством цифровых часов. В итоге этот бизнес был убыточный и она вышла из него. Но кто-то может и прогореть из-за этого. Но в этом есть смысл, когда основной бизнес находится в ужасном состоянии. Лучшим вариантом поглощения будет синергия, то есть когда объединяются родственные компании, которые могут дополнить друг друга. Допустим, производитель бритвенных лезвий может объединиться с производителем крема для бритья и производителем лосьона после бритья. Остерегайтесь акций, которые растут на слухах. Это могут быть такие компании, которые вот-вот должны решить какую-то проблему национального масштаба. Обычно это либо выдумки, либо все невероятно сложно. Такие акции могут вырасти в ближайшее время, но в долгосрочной перспективе они не принесут ничего, кроме убытков. Подождите год или два, и как только она начнет приносить прибыль, можно будет ее и купить. Компания, которая продает от 25% до 50% своей продукции единственному покупателю, тоже находится в неустойчивом положении. Если покупатель найдет альтернативный вариант, это плохо закончится для первой. Глава 8. Прибыль. При покупке акций всегда обращайте внимание на коэффициент PE, то есть отношение цены акции к прибыли компании. Он помогает понять, переоценены или недооценены акции относительно потенциальной прибыли компании. Например, текущую цену акций в 35 долларов мы можем разделить на прибыль компании за последние 12 месяцев или финансовый год. Допустим, 3,5 доллара на акцию. Получаем 10. Этот результат можно рассматривать как количество лет, за которые окупятся первоначальные инвестиции, при условии, что прибыль не изменится. Если вы покупаете акции, цена которых в 2 раза выше прибыли, то ваши первоначальные вложения окупятся через 2 года. Если же этот коэффициент равен 40, то через 40 лет. Но если прибыль компании резко вырастет, то данный срок также резко сократится. Поэтому люди вкладывают свои деньги в компании с высоким коэффициентом, потому что рассчитывают на высокую будущую прибыль. Но если вы будете неосторожны, то однажды увидите на графике, как акции потеряют 80% стоимости в течение года. В связи с чем постарайтесь не покупать акции с очень высоким коэффициентом. Например, в 1972 году акции Макдональдс торговались по 75 долларов, а коэффициент достигал 50. То есть акции были переоценены. Но вскоре они упали с 75 долларов до 25, а коэффициент принял значение 13. То же самое происходило с Эйван, Полароид и многими другими компаниями. Также существует рыночный индикатор или так называемый индикатор Баффета. С его помощью можно выяснить, насколько переоценен или недооценен фондовый рынок. Его можно рассчитать как для отдельно взятой страны, так и для глобальной экономики. Данный индикатор достиг максимума перед крахом доткомов и глобальным кризисом. Когда его значение выше 100%, это указывает на то, что мировой рынок акций переоценен в сравнении с мировой экономикой. Сейчас фондовый рынок тоже переоценен, так что решайте сами, начинать инвестировать сейчас или нет. На рост прибыли компании в будущем влияют сокращение издержек, повышение цен, выход на новые рынки, увеличение количества продаж на старых рынках и избавление от убыточных видов деятельности. Поэтому при исследовании компании обращайте внимание на эти аспекты. Глава 9. Сбор информации. Анализируйте годовые отчеты компании. Во-первых, доля продаж. Если вам нравится какой-то продукт, выясните, что этот продукт значит для компании и какова его доля в продажах компании. Например, увидев перспективный продукт, вы можете обнаружить, что он принадлежит огромной компании по производству материалов и приносит всего 7% от совокупного дохода, что довольно мало. Если бы данный продукт выпускала небольшая компания, то его продажи привели бы к взлету акций. Поэтому вы можете поискать его аналоги или забыть о нем. Во-вторых, коэффициент пи на и. У компании, акции, которые ценены справедливо, коэффициент равен темпу роста. Например, компания Coca-Cola при коэффициенте равном 15 должна расти на 15% в год. А если коэффициент ниже темпа роста компании, это говорит, что вы нашли идеальную компанию. Так, компания с темпом роста 12% в год и коэффициентом равном 6% очень привлекательный объект вложения. Если наоборот, то компания приближается к упадку. Есть более сложный расчет, чтобы выяснить, переоценены акции или нет. Сперва определите долгосрочный темп роста, например, 12%. Прибавьте к нему дивидендную доходность, допустим, 3%. Затем разделите полученный результат на коэффициент пи на и, допустим, 10. Плохим считается результат ниже единицы. В среднем – 1,5. Хорошим – 2, а превосходным – от 3 и выше. В-третьих, денежная позиция. Сперва посмотрите раздел «Короткосрочные активы». То есть, какую сумму компания имеет в виде денег и денежных эквивалентов в виде ликвидных ценных бумаг. Это составляет текущую денежную позицию. Затем посмотрите на долгосрочные займы и как они изменялись год от года. Их сокращение – это еще один признак процветания компании. И вычитание долгосрочного долга из денежной позиции дает чистую денежную позицию. Но нередко долги превышают денежную позицию. От этого долг компании растет, отчего ее финансовая позиция ослабляется. После этого посмотрите на финансовую отчетность и выясните, какое количество акций сейчас находится в обращении. Если это число с каждым годом уменьшается, значит компания выкупает акции, что является хорошим знаком. В-четвертых, дивиденды. У них есть несколько плюсов. Во-первых, вы получаете дополнительный доход. Во-вторых, дивиденды удерживают акции от падения, так как при обвале люди скупают именно их. Например, для акций, торгующихся по 20 долларов, дивиденды в размере 2 долларов составляют 10% доходность. Но стоит акции упасть в цене до 10 долларов, и вы сразу получаете 20% доходность. Но сперва определите, выплачивает ли компания дивиденды во время спадов и финансовых трудностей. И посмотрите, какая доля прибыли распределяется в виде дивидендов. Если доля высока, то дивиденды более рискованные. Иногда доля достигает более 100%. Это значит, что компания берет кредиты, только чтобы выплатить дивиденды, что довольно плохо. А компании, которые не выплачивают дивиденды, вкладывают их в свое развитие. Оттого и растут они намного быстрее. В-пятых, ищите компании, которые не зависят от капиталовложений. Например, компания по производству чугуна может получать 100 миллионов долларов в год. Но с этой суммы она вынуждена потратить 80 миллионов долларов на реконструкцию доменных печей. И если она перестанет это делать, ее с легкостью обойдут конкуренты. Поэтому такой компании не получится далеко продвинуться. А та же Макдональдс не зависит от капиталовложений, то есть свободный денежный поток у нее намного больше. В-шестых, отслеживайте запасы. У компании, производящей автомобили, может быть в запасе множества нереализованной продукции. При этом цены на машины навряд ли существенно понизят. Но если эта компания по производству платьев, вышедшие из моды платья могут стоить в десятки раз дешевле. Но на балансе компании они могут указываться за полную стоимость, отчего вы можете быть введены в заблуждение. Глава 10. Конструирование портфеля. Самостоятельный выбор акций можно считать эффективным только в том случае, если долгосрочная доходность составит 12-15%. Иначе лучше вложиться в фонды, которые приносят в среднем от 9 до 10%. Не стоит часто покупать и продавать акции. В этом случае вы теряете значительную сумму на комиссиях брокера. Как не стоит вкладываться в акции только одной компании, так и не разбавляйте портфель акциями незнакомых компаний ради самого разнообразия. В небольшие портфели включайте от 3 до 10 акций, при этом разделите их. 30-40% вложите в акции роста, 10-20% в акции умеренно растущих компаний, и 10-20% в акции циклических компаний, а остальные в компании, выходящие из кризиса. Но вам нужно постоянно контролировать акции и корректировать портфель в зависимости от фундаментальных показателей. Глава 11. Заблуждение относительно акций. Во-первых, акции, которые упали очень сильно, не могут упасть еще больше. Так думали акционеры Polaroid, когда начинали скупать ее акции при падении на 30%, на 50% и на 70%. В итоге цена акции снизилась со 143 долларов до 14 долларов. Правила, позволяющего определять, насколько могут упасть акции, не существует. Во-вторых, всегда можно понять, когда цена достигла дна. Попытка поймать дно падающей акции равноценно попытки поймать падающий нож. В случае с ножом обычно ждут, когда он достигнет земли и покачавшийся становится. В случае с акцией вы неизбежно хватаете ее в неподходящий момент. В-третьих, акции, которые выросли так сильно, вряд ли вырастут еще больше. Например, когда акции Philip Morris 75 центов выросли до 2,5 долларов, никто не верил, что они могут вырасти еще больше и начали продавать их. Но через 11 лет они стали торговаться в 23 раза выше. Каких-либо границ роста цены не существует. В-четвертых, акции стоят всего 3 доллара, что на них можно потерять. Вы обманываете сами себя, думая, что акции по 3 доллара намного безопаснее, чем акции по 50 долларов. Когда они упадут до 50 центов, результаты отличаются не так сильно. В-пятых, в конце концов, все возвращается. Не все компании оживают после падения. Например, компании по производству дискет, цифровых часов и передвижных домов полностью исчезли. В-шестых, продам, как только они поднимутся до 10 долларов. Как только вы так подумали, вы обрекли акции на многолетние колебания у потолка в 9 долларов 75 центов, а затем они рухнут до 4 долларов. Поэтому всегда сразу продавайте акции, которые вам не нужны. В-седьмых, у консервативных акций не бывает сильных колебаний. Люди склонны вкладывать свои деньги в акции, которые они думают, будут постоянно расти. Например, энергетика, нефть и т.д. Но из-за каких-то проблем, например, резкого повышения тарифов на электроэнергию или переход на новый вид топлива, акции могут рухнуть на 80%. Поэтому помните, таких акций, которые можно просто держать, не обращая внимания на изменения, не существует. В-восьмых, позитивное событие, которое никогда не наступает. Может такое быть, что компания увеличивается в среднем на 14% в год, но ее акции колеблются на одном месте. Но стоит вам их продать, как они резко вырастают в несколько раз. Поэтому если с компанией все в порядке, держите ее. В-девятых, акции растут, значит я поступаю правильно или наоборот. Но это вовсе не так. Если вы купили акцию, и она выросла на 3%, это еще не значит, что она не упадет в следующем месяце на 10%. Но люди все равно начинают докупать ее. И наоборот, если акция упала на 3%, люди начинают думать, что она плохая и продавать ее. Но в итоге она вырастет на 10%. И в десятых, я смогу заработать больше, если буду спекулировать на акциях. Да, у вас может это получиться в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной выигрывают обычно не трейдеры, а инвесторы. На этом книга подходит к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока!